Лучше предупредить. В Барановичской гимназии номер два состоялось выездное заседание суда по уголовному делу о незаконном обороте психотропных веществ. Основная цель – профилактика совершения подобных преступлений в молодежной среде. Подробности в материале наших корреспондентов. Согласно материалам уголовного дела, двое 29-летних парней действовали по предварительному сговору. Используя мобильные телефоны, они нашли продавца психотропов, из общих денег оплатили так называемый товар и получили сведения от неустановленного лица о местонахождении тайника. По прибытии на место молодые люди были задержаны сотрудниками милиции, которым поведение парней казалось подозрительным. Со слова обвиняемых, психотропы они приобрели без цели сбыта. Молодым людям было предъявлено обвинение за незаконное приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ. В ходе судебного заседания свою вину они признали полностью. На основании части 1 ст. 328 ГК Республики Беларусь, жителю города Барановичи назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Жителю города Слонима по части 1 ст. 328 ГК назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа. Суд также конфисковал мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они совершили данное преступление. На судебное заседание были приглашены учащиеся четырех школ города, чтобы у ребят сложилось понимание того, к чему может привести нарушение закона и какое наказание предусмотрено за незаконный оборот психотропных веществ. Большое впечатление на меня произвело заседание суда. Здесь я увидела, как опасные наркотические вещества и желание попробовать или заработать денег стоит реальных сроков. Я с интересом наблюдался ходом судейского разбирательства и, глядя на живой пример, могу точно сказать, что не стоит приобретать, а тем более употреблять наркотические вещества. Ведь одна маленькая ошибка может лишить нас права на светлую жизнь, светлое будущее. И цена этой ошибки очень велика, потому что за ней стоят большие сроки и сломанные судьи. Случаев, когда молодые люди, желая заработать легкие деньги, не думают о последующей ответственности, немало. Как отмечают правоохранители, работа курьеров длится непродолжительное время и заканчивается печально. А такие выездные заседания прокуратура планирует проводить и дальше с целью профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.